Девушки отдыхают Роман Клонь, менеджер проектов американской компании Secured 3D Development. Мает 11 лет в области IT и разработки комплексных информационных систем. Что сегодня мы напечатали? Волшебная мантра, ты говорил какая-то. Это волшебная мантра стартап-шоу, насколько я понимаю. Давайте мне сюда, давайте скажи сюда, Санька, передавай. Я буду покорителем, знаете, всех аксессуаров, которые за сегодняшний день мы напечатали. Это тубин, я буду залишаться для тебя. А в США сейчас повсюдженный 3D-друг? Да, конечно. Это нарастает, есть тренд, потому что за этим видят будущее. В это вкладывают. Вкладывают в те компании, которые занимаются разработкой ПО для 3D-принтеров. В другие облачные технологии. Допустим, в наш стартап вложил Пол Аллен несколько месяцев назад свои деньги. А на побудовом уровне дуже багато там семей, які вже придбали 3D-принтер собі? Значит, говорят о том, що в цьому году буде порядка 250 тисяч домашніх принтерів. Тобто у кожній другій родині американські вже буде 3D-принтер? Я до сих пор не можу прийти в себе, честно говоря. Я все це смотрю, це дуже красиво. Мало того, без единственного из'яна. Як думаєш, що ручна робота человечеством буде в дальнішем пользоваться спросом? Или же все полностью перейдет на 3D-принтерну печать? Я уверен, що це поміняє соціум і це буде перспективно. А можеш підказати, які розробки можна стягнути зараз в інтернеті, щоб вдома роздрукувати речи? Щас возникает бум маркетів, маркетплейсів, чертежей для 3D-принтерів, де ви можете выбрать эту модельку, бесплатно или платно приобрести її в собственное пользование і воспользоваться в один клик, фактически распечатати її. Вот как раз наша компания і займається тем, що она охраняє авторське право. Слушай, тебе, наверное, сейчас очень просто девушкам делать подарки. Например, с помощью 3D-принтера можна зробити якісь украшення? Девушкам можна зробити украшення. Понравиться ли они їй? Мне понравиться, мне понравиться! А из какого они материала? Пластик. Недорого, сердито, но ексклюзивно. Слушай, а ты можеш придумывать полностью свои какие-то, да, модельки? Конечно. Я можу скачать чертеж, змінити і распечатати все, що угодно. Напечатати имя любимой, дорогой, родной. А из каких материалів ще можна печатати? Вот ты сказав, касательно пластика, касательно золота. Воск, полимеры, смола, все, що угодно. А є ли какой-то материал, який не може бути в 3D-принтере? Ну, не знаю, там. Ну, скажем так, я не встречал, щоб були 3D-принтери, які печатали быт деревом. Полимеры, в которых есть вкрапления дерева, которые будут пахнуть, как дерево, иметь структуру, как дерево, да, есть. Но, чтобы печатать дерево, наверное, увы. Рома, величезна подяка тобі. Ну, действительно, зробили величезне диво. Роздрукували сьогодні сувенір для лайки. А також ознайомили з інформацією із тем, що можна взагалі робити за допомогою 3D-індустрії, якраз друку. У тебе теперь появился домашний питомец, поэтому меняй, пожалуйста, свого имейджен рефренда на 3D-шную жабку. Тепер я буду знати, що це таке давить і душить жаба. Итак, друзья, а совсем скоро, через час, ще буде волшебство касательно умних наушників, которые измеряють пус. І до того, як покорять Голливуд Крис Хемсворт, занимається серфингом, футболом і производством паркета. Вы помните також, що ми ще подарки роздаємо, извиняюсь, розповідав. У нас буде Вікторина, Лавяка задає одне питання, ми знаходимо два переможця, які отримуються запас кави. І при цьому ще модні червоні чашки. Тож залишайтеся на зв'язку. Це М1, це 3D-друг, який сьогодні стався на наших очах.